Конечно же, этот вопрос волнует многих, если не всех. Прощать или не прощать человека, который тебе изменил? Это в равной степени касается и мужчин, и женщин. В данном вопросе я занимаю категоричную позицию. Независимо от того, любишь ты человека или нет, прощать акт супружеской неверности ни в коем случае нельзя. Дело в том, а это очень наглядно показывает жизнь, что подобное будет свершаться вновь и вновь. Просто опять сложатся определенные обстоятельства, при которых человек забудет и свои обещания, забудет и свое раскаяние. Другое дело, что вы можете понять человека, причины, почему он это сделал, но согласитесь и будьте честны сами собой, в душе вы его простить никогда все равно не сможете, не получится. Вы можете обманывать самого себя или саму себя, вы можете глубоко загнать подсознание подобные переживания и чувства, а это и без этого произойдет. Подсознание, конечно, вам потом будет очень жестко за это мстить и руководить вашими поступками, которые вы даже осознавать не будете. Ведь психологическая травма нанесена, и она неизлечима. Неизлечима. Она излечивается лишь в одном случае. Если вы, после того, как узнали о том, что вам изменили, расстаетесь с человеком навсегда. Жестко, правда? Да, это жестко, но это единственный способ продолжать дальше жить счастливо. И первое время, конечно же, будет трудно. Но у вас будет всегда шанс вновь построить хорошие, нормальные партнерские отношения. Но уже с другим человеком. Этот человек вам счастье уже точно не принесет. И даже если он будет стараться, даже если он будет стараться, еще раз повторяю, вы не сможете. Это забыто, это омрачит. Все ваше совместное существование на всю вашу жизнь. У вас уже не будет на двоих одной единой вселенной. Вы не сможете дышать одним и тем же воздухом. Для вас он уже будет разным. Для вас он будет отравленным, наполненным зловонием. Конечно, вы будете пытаться забыть об этом. Ведь это сплошь и рядом. Но ведь не получается, правда, и не получится. Поэтому единственный способ, это действительно, раз уж это произошло, не особо разбираясь, в чем, собственно говоря, причина, почему это так вышло, расстаться с этим человеком. Для него это будет очень хорошим уроком. Возможно, он его и извлечет. И при построении следующих отношений подобное не допустит. Ну, а у вас, еще раз повторяю, появится шанс встретить человека, с которым подобное не свершится. Но вы можете меня спросить, а как же дети? Видите ли, тут опять-таки каждый из вас отвечает на этот вопрос по-своему. Если вы готовы принести в жертву свою жизнь, свое счастье, во имя детей, чтобы они видели рядом обоих родителей, то, пожалуйста, пожалуйста, но, уверяю вас, ваша жертва практически будет напрасной. Потому что ваши дети вырастут в атмосфере недоверия, нелюбви. Они это будут чувствовать осознанно или подсознательно, но это будет тоже очень плохая школа. Дело в том, что правильное воспитание подразумевает правильный пример со стороны родителей. И раньше, в старину, это как-то было охраняемо, оберегаемо. Сейчас этим люди вопросом вообще не заморачиваются. Смена партнеров происходит сплошь и рядом. Действует по умолчанию. Я закрою глаза на то, что ты делаешь, а ты закрой глаза на то, что делаю я. Мы свободные люди. У нас свободные отношения. Но общие дети или общий бизнес, ради которого мы не будем разрушать наши брачные отношения. Это называется жизнь во лжи. Подобная жизнь всегда мстит тем людям, которые об этом договорились. И месть это бывает жестокой. Жестокой. Но давайте зададимся другим вопросом. А в каких случаях возможно, что люди не изменяют друг друга. Есть лишь два два случая, ребята. Первый, если человек с измольства воспитывался в атмосфере, где царят любовь, дружба, полное доверие и самое главное с обеих сторон чувствуется, как дорожат они этим доверием и этими отношениями. Дети растут и воспитываются, как правило, на примерах. Как правило, на примерах. И если это уже традиция, духовная традиция, национальная традиция, семейная традиция, то дети воспринимают это вместе с молоком матери. Для них это априори. Так и должно быть. У них даже помыслов не будет смотреть в сторону. Они к браку и отношениям семейным будут относиться изначально крайне серьезно, как чему-то очень чистому, святому, что не подлежит никакому омрачению. Это один случай. Еще раз подчеркиваю, теперь это встречается все реже и реже, возможно, скоро совсем исчезнет. Второй случай. Второй случай связан, если человек в какой-то момент своей жизни вдруг начинает жить духовной жизнью, имеет тягу к этому, причем очень сильную тягу, тогда для него вопрос верности это вопрос в первую очередь собственного духовного развития. Он даже может быть не уверен в своем партнере, может сомневаться в нем. Он остается верным не потому, что другой человек ему верен, или потому, что дана клятва, или еще по каким-либо другим причинам. нет, есть основная причина. Он прекрасно понимает, осознает, что эта верность нужна в первую очередь для самого себя. Без этого он развиваться не сможет. Дальше подъема не будет, это серьезное препятствие, и подобный акт всегда бывает осознанным, осмысленным, самое главное, добровольным. Его принуждать не надо, его убеждать не надо, это его потребность. Хотя инстинкты, безусловно, будут пытаться свести его с этого пути. Так уж устроена природа человека и предыдущая система воспитания, которая, возможно, подобной верности и не предполагала, как нечто важное, как нечто даже, скажем так, архиважное. Но теперь это приоритет, это высшая ценность, и компромиссов там не бывает. человек, который живет и осознает, что каждый шаг его, каждая мысль, каждое намерение, каждое желание открыто совершенно для высшей силы, для Бога, который смотрит на него, как на человека, который поднимается на вершину горы в своем развитии, такой человек, безусловно, будет стремиться к верности во что бы то ни стало, ибо это самоценно, ибо это сверх ценность, и только в этом случае, ребят, только в этом случае, но скажете вы, хорошо, он-то верит, а что другой человек, если тот изменяет, для такого человека, ребят, подобное отношение, когда один партнер изменяет, а другой нет, бессмысленно совершенно, он и на партнерские отношения смотрит по-другому, как на вселенский союз мужчин и женщин, для которых, еще раз подчеркиваю, одна вселенная, один воздух, которым он дышит, это для него ценно и важно, да, могут остаться дети, к сожалению, очень часто мы совершаем ошибки, и я не являюсь исключением из тех людей, которые совершал такие ошибки, у меня было два неудачных брака, и мои дети с определенным возрастом росли без моего участия в их воспитании, гены, конечно, свое дело сделаны, и я горжусь своими детьми, но я прекрасно осознаю, что они многое не получили, но дело в том, что вне любви я жить никогда не мог и не могу, и это чувствуют и осознают многие из вас, но лишь вопрос в том, идти на компромисс или нет, у меня огромное количество знакомых, друзей даже, и у вас они тоже есть, вы видите, как на самом деле устроена жизнь людей, которые закрыли глаза на измены друг друга, для вас они эталоном счастья точно не являются, опрочем и ваша семейная жизнь у многих именно так и проистекает, вы всегда логически будете объяснять, почему вы сохраняете брачные отношения, разум вам подскажет, но еще раз подчеркиваю, вы не обманете свое подсознание, вы не обманете самого себя, вы никогда не будете счастливым человеком, подумайте об этом, подумайте хорошенько.